Слава Богу, братья и сёстры! Когда мы сегодня пришли в это собрание, думаю, каждый из нас увидел это всё в приготовлении, и мы знаем, что это сегодня будет день воспоминания нашего Господа, смерти нашего Господа Иисуса Христа. Это самое великое видимое служение, которое оставил для нас Иисус Христос. И мы это все сознаём, и люди верующие, мы понимаем, то это самое великое и самое благословение, то, что Господь оставил для нас и братья и сёстры. Я прочитаю Слово Божие, какое мы имеем обетование и благословение в этом служении. Иисус, это Иоанна 6 глава, я буду читать с 53 стиха и ниже. Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Это великое обетование и великое благословение для нас, братья и сёстры, для верующих людей, которые признают Иисуса Христа и Его жертву. И дальше читаю. «Ядущий мою плот и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою плот и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и я в Нём». И мои дорогие братья и сёстры, это величайшее обетование, которое мы имеем от нашего Господа Иисуса Христа, который оставил для нас. То есть, если мы будем это делать, мы будем воскрешены с Ним. Мы будем иметь Его жизнь в нашей жизни, братья и сёстры. Его кровь в нашей крови, Его плоть в нашей плоте. И мы будем иметь благословение для победы над этим грехом, потому что Его жизнь будет в нашей жизни, братья и сёстры. Это величайшее обетование, которое оставит для нас Иисус Христос. Но каждое обетование, которое написано в Библии, оно имеет условия. Оно имеет условия. Если мы здесь посидим и увидим, как кто-то будет есть и будет пить, но сами не будем этого делать, поможет она нам? Никак, братья и сёстры. Никак она нам не поможет, потому что мы не будем этого делать. И потому здесь написано, кто будет есть и кто будет пить, тот будет иметь жизнь в самом себе. Я Его воскрешу и Его в последний день. Да благословит нас Бог, братья и сёстры. Обетование Божие принимать так, как они есть. Как оставит для нас Иисус Христос на страницах нашей Библии. Да благословит нас Бог. Вы знаете, есть такая одна история. Мы её всё так же хорошо знаем. Есть история о неимании. Мы все хорошо эту историю знаем. Когда пришли сирияне, взяли в плен эту маленькую девочку. И она была в плену, она служила в одном богатом доме. И в этом доме был этот господин этого дома. Он был прокажённый человек. Эта девочка, она посмотрела всё и говорит этой госпожи. Вот если бы был, если бы господин мой пошёл бы в Израиль, в Самарию, к пророку. И он очистил его от этой проказы. И действительно, этот человек услышал, этот человек послушал, что действительно, что можно освободиться от этой болезни. Есть условия. Есть условия. Поидти в Самарию всего-навсего. И он послушался этого призыва. Он пошёл, взял письма, взял подарок, много всё. Пошёл он туда. Он не пошёл искать пророка, а пошёл к царю. Царь говорит, раз я Бог, что я могу врачевать, что я могу исцелять, что я могу давать жизнь. Но услышал Елисей, говорит, пускай он придёт ко мне. Этот человек пошёл к нему, он сказал своему слуге, говорит, иди скажи ему, пускай он моется семь раз и Ордане, и будет чист. Братя и сёстры. Вот этот человек сказал такие, ну, обетования ему. Говорит, вот пойди, говорит, пойди. Первый раз он послушал девочку. Пошёл в Самарию. Всё нормально. Нашёл пророка. Всё нормально. Пророк ему сказал такие слова. Пойди, окуни семь раз и Ордане, и будешь чист. Не понравилось ему это. Очень не понравилось ему это. А я думал. Я прочитаю эти стихи. И разгневался Нейман. И пошёл и сказал. Вот я думал, что он выйдет, станет и призовёт имя Господа, Бога своего. И возводит руку свою на место и снимет проказу. Вот я думал. Разве Афана и Фарвар, реки Даманские, они лучше всех, вот израильских. Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И оборотился и удалился в гневе. Предложил ему всё-навсё сделать это. Предложил ему всё-навсё пророк сделать это. Пойти и окунуться семь раз и Ордане. Знаете? Но в этого господина, в этого великого военачальника были очень хорошие друзья, братья мои и сёстры. Были рабы. Там написано, рабы. Они очень были хорошие и мудрые люди. И вот эти люди и подошли рабы его и говорили ему, и сказали, отец мой, если бы чего-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал бы ли ты? И тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист. Как просто, братья и сёстры. Омойся и будешь чист. И всё. Не надо тебе никакие дары, никакие большие шествия делать, паломничество. Ничего. Иди в Иордан, омойся и всё. Знаете? Есть здесь тоже. На этом месте стоят рабы Божии, которые возвещают истину Божию. Которые призывают всех нас, чтобы мы делали то, что нам сказал Господь, братья и сёстры. Всего нам всё. Ни больше, ни меньше. Бог сказал. И если мы это будем делать, мы будем благословены. Если мы будем делать, что здесь написано, что нам говорят рабы Божии и призывают нас к тому, что нам сказал Господь, мы будем благословены и будем блаженны, братья и сёстры. Да благословит нас Бог в этом. Я прочитаю дальше. И пошёл он, и окунулся в Иордание семь раз по слову человека Божия. И обновилось от тела его, как тело малого ребёнка. И очистился. И возвратился к человеку Божьему. Он и все сопровождающие его и пришел, и встал пред ним и сказал. Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только в Израиле. Слава Богу, братья и сёстры. Этот человек ощутил благословение Божие. Этот человек послушал этих рабов своих, своих друзей, своих слуг и сделал то, что он должен был сделать. И он очистился, мои братья и сёстры. К чему я это всё веду? Знаете, я перехожу к Иоанну 13 главе. Мы эту всю главу, наверное, некоторые из нас знают наизусть. Наизусть, потому что каждое первое и последнее месяц здесь читаются эти слова. Здесь проповедуются это омовение ног. Это то, что сделал наш Господь Иисус Христос пример для каждого из нас. И да благословит нас Бог. Я прочитаю слово Божьего. Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришёл час Его перейти от мира этого к Отцу, явил дело, что возлюбил своих живущих в мире до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец всё отдал в руки Его, и что Он от Бога ишёл, и к Богу отходит, встал из вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Пётр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь счастья со мною. Симон Пётр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал мне, все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегши опять, сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Братья и сестры, всего-навсего. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Очистит бы себя Нииман, если бы не пошел бы в речку. Нет, не очистит бы себя. Но у него были хорошие, добрые друзья. У него были хорошие рабы, которые убедили его, буду так говорить вам, это сделать. И он пошел домой чистый, очистился от своей проказы. И написано, и тело его стало, как тело маленького ребенка. Братья и сестры. Иисус Христос говорит, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Вот именно, что заключается, все благословения Господни, которые Господь оставит для нас, они заключаются все в чем? В том, в исполнении их. В исполнении их. Если мы не будем участвовать в его теле, в его крови, мы не будем иметь в самом себе жизни. Мы не будем воскресены с ним в последний день, как он сказал. Хотя мы это все прекрасно знаем, так, братья и сестры? Мы это все знаем. И мы видим, что это делают. Да и аминь. Но если мы сами не будем делать, у нас не будет жизни. Братья и сестры. Да благословит нас Бог. И сказал нам Иисус Христос, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то самое, что сделал я вам. А по примеру призвавшего нас, как апостол Петр пишет, и сами будьте святы. По примеру призвавшего нас святого, и сами будьте святы. А почему? Потому что он свят. И мы не должны ему подражать. Мы должны ему делать то, что он делал. Потому что он нам оставил эти обетования. Это обетование. Это блаженство. Он сам сказал, я верю в это слово сто процентов. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Аминь, братья и сестры? Аминь. И да благословит нас Бог. Я вам еще раз говорю, что и с этой кафедры, и с этого места рабы Божьи возвещают. Возвещают именно благословение Божие. Чтобы мы их делали, и мы их получали, и мы их в своей жизни имели вы. Потому что этом есть благословение. А все, что написано, оно написано для нас. Чтобы мы его исполняли, и ими жили, и ими были благословены. Давай сейчас помолимся, чтобы Бог благословил бы нас совершить это дело от искреннего, чистого сердца. Да благословит нас Бог. Мы молимся. Субтитры подогнал «Симон»